добрый день друзья сегодня предлагаю сделать несколько красивых зимних украшений своими руками кому интересно оставайтесь со мной и мы начинаем для начала я беру вот такую вот звезду можно и вырезать из картона обклеить бумагой или оттянуть материалом и так звезда мне нужно для подсвечника ну чтобы она выглядела нарядно мы ее немного украсим я беру веревку точнее всем уже знакомый вам шнур и немножко ее замотаю для этого я приклею ночью клеем конец и сделаю несколько оборотов не пролазить придется обрезать метр примерно я почему-то думала что пролезет клубочек ну ладно и так заматываю звезду прохожусь по каждому лучику получается немножко она такая фактурная выпуклая и моей вот веревки лишь шнура хватило как раз чтобы ее закрутить переворачиваю на правую сторону и теперь начинаю украшать ездить собрала мелкие детали которые у меня дома были это ягодки потом шишки и искусственные какие-то вот веточки с шишками с ягодками выглядят вот так ну можно их немножко распределить сейчас я уберу что мы видим так как у меня звезда небольшая можно немножко разрезать на еще мелкие детали все равно они нам пригодятся украшениях так что режем чаще у нас почему-то мелкие и так начинаю украшать посмотрю как это будет выглядеть отсюда промазываю клеем и приклеиваю далее смотрю где еще веточку мне и вот так три веточки приклею между ними я приклею шишки и также я приклею ягодки таким вот образом я хочу сделать это все с одной стороны чтобы не было сильного лепеста поэтому украшу все здесь с одной стороны и вот этот переход между шишкой ягодками тоже я закрою такой веточкой маленькую подклеиваю буду помогать ножницами можно взять отвертку шпажку что-то такое чем можно это все подтолкнуть далее на конце хочу сделать вот такую тоже ягодку здесь с веточкой и в таком порядке я украшу дальше шишки у меня смотрят все в одну сторону вправо возле шишек приклеиваю ягодки и опять приклеиваю эту веточку здесь на конце промазываю маленькую маленькую вот таким образом получилась такая настольная звезда и вовнутрь ставлю свечку получается очень красиво и нарядно сменить особенно вечером когда вы зажгете свечу и можно положить красные салфетки будет очень красиво и нарядно и как на мой вкус здесь не хватает бантика я взяла две тесьмы красную вот такой вот белую с рисунком и сделала небольшой бантик кто-то писал что бантики некрасиво это лишнее ну это на вкус и цвет как говорится мне нравится получилась вот такая звезда которая украсит наш стол приступаем ко второму украшению я взяла картон 25 сантиметров вот 25 сантиметров также мне понадобится банка и сделаем красивую опять композицию беру клей pva и приклею сюда фельд хорошенько распределяю клей по всей поверхности и приклеиваю сюда материал лишнее обрезаю приклеила теперь здесь я приклею на синейную проволоку красного цвета так горячим клеем буду приклеивать по краю приклею два ряда сначала один сверху по 2 приклеила первый ряд и теперь приклеиваю второй ряд круг готов теперь я крашу баночку белой акриловой краской вот такой любой белой акриловой краской и так мои любимые цвета белый красный красный цвет радости жизни белый свежий цвет он успокаивает приносит тоже хорошее настроение белый это самый чистый цвет можно сказать самый яркий на белом цвете все видно поэтому белый самый чистый и так крашу всю баночку два раза и буду просушивать феном баночка готова теперь я приклеивать сюда по центру чтобы у нас получилась шляпка горячим клеем хорошо промыла проливаю край переворачиваю что она приклеилась смотрю чтобы ровно стояла скопнула каплю за ничего страшного украшать можно даже если вы здесь будете украшать можно пройтись еще горячим клеем это настольная такая поделка поэтому в принципе все хорошо держится магазине дм я покупала набор лент теперь я сюда сделаем ленты нарежу кусочки 16 17 18 сантиметров сверну пополам вырежу делаю с обеих сторон на всех ленточках складываю все ленточки вот таким вот образом самую узенькую я не разрезаю по центру просто она мне по прямой и сверху опять красненькую так связываю посередине синельной проволокой выкладываю и сзади скручиваю два конца лишнее обрезаю получается вот так прежде чем сюда приклеить бант я беру зеленую синельную проволоку наматываю ее снимаю растягиваю чтобы у меня получилась пружинка красивая то же самое делаю с красной синельной проволокой склеиваю здесь все вместе кто работает с горячим клеем осторожно клей очень горячий берегите свои ручки эту ветку приклеивать здесь наливаю хорошенько клей и также приклею я немножко банки чтобы она держала форму добавлю немножко зелени ягодки которые мы с вами делали приклеим немножко раздвинем в сторону теперь приклею бант хорошенько промазываем я вступила два сантиметра даже три здесь приклею вот такое яблочко и наша шляпка украшения готова теперь беру подсвечник веточку с ягодками и вот такие вот водяные бусы бусины я покупала давным 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 давно а сейчас не знаю есть они или нет в продаже всяком случае я не видела но я покупала в вольварте тут написано тэди полива вольварте их можно выписать можно выписать через интернет-магазин они называются aquapials мне нужно приклеить веточку так чтобы она не выглядывала бокорезами я откусила и теперь хорошенько проливаю клеем чтобы приклеить ее на дно таким же образом мне нужно вклеить ягодки тоже чтобы они не выступали рядышком можно насыпать разные всякие бусы или еще приклеить веточки давайте еще приклеим веточки можно приклеить где появилась какие-то малюсенькие домики деревянные фигурки теперь я насыпаю эти бусины засыпаю полностью мою картинку тоже надо придерживать чтобы все находилось ровно так слишком много насыпала потому что бусины будут выпирать поэтому их не будет надо немножко поменьше и вовнутрь наливаю обыкновенную воду смотрите как загадочно выглядит все это сказочно получилась картинка 3d сверху можно поставить плавающую свечу я подцепила бокорезами фольгу и убираю освобождаю свечу также можно купить специально плавающие свечки но это тоже хорошо держится только вот шарики надо распределить чтобы свечка держалась и не падала ее можно зажигать и она безопасная не держится немножко тут ягодки торчат поэтому я сказала что они должны сейчас я обрежу поэтому не ягодки не веточки не должны у нас торчать не должно утопать когда свечка не будет касаться этих ягодок или веточек так вот такая вот идея ну давай стой ровно получается очень красиво нарядно и загадочно тем более здесь сверху видно еще шарики видите но лучше чтобы не было видно потому что они набухают и потом совсем уже вылезут из нашей емкости во всяком случае мне очень нравится когда вот так вот стакане с этими бусинами водяными красиво смотрится подсвечник далее я беру доску вот такие вот клубки красные свечи распределяю ровненько кубки оставляя здесь расстояние свечку можно расплавить можно хорошенько промазать и горячим клеем цветает сразу и приклеить вовнутрь на доску можно сделать сразу приклеить на доску потом надеть клубочек можно как я чтобы свечка хорошо стояла все таки я подняла клубочки и приклеила свечки теперь они стоят ровно и здесь между клубками поставлю разного вида елочек промазываю и приклеиваю сзади спереди я убрала задний фонт чтобы было видно что это такое теперь беру маленькие веточки опять и здесь украшаю с одной стороны вот так и с другой также и приклею сюда пару ягодок с левой и с правой стороны теперь возьму белую краску и немножко вот так пройдусь чтобы они не сильно выделялись на этом фоне по ягодкам и также вот по веточкам таким образом и получилась вот такая вот зимняя сочная композиция так с вами была как сюда мило пишите в комментариях что вы думаете об этих украшениях какие вам больше всего понравились я не прощаюсь говорю до скорой встречи мои хорошие фантазируйте украшайте делайте свой дом ярким нарядным всем здоровья счастья и добра всем пока пока